Рынки Форекс. Анонс на 1-5 июля. Инвестинг Ком. На этой неделе настроения рынков будут диктоваться надеждами на улучшение ситуации в международной торговле после того, как в субботу США и Китай согласились продлить торговые переговоры. Также выйдет отчет по занятости в США за июнь, данные исследований по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США, а также отчеты по объему промышленных заказов в США и по торговому балансу США. США и Китай договорились продолжить торговые переговоры после того, как президент США Дональд Трамп пошел на уступки, включая отказ от дальнейшего повышения пошлин и смягчение ограничений для технологической компании Huawei с целью снижения напряженности с Пекином. Для подписания торгового соглашения не было установлено крайнего срока. У обоих сторон сохранились разногласия относительно существенных деталей соглашения. Последний раунд переговоров завершился ничем в мае. Финансовые рынки, на которых наблюдалась нестабильность из-за торговой войны, которая продолжается уже почти год, скорее всего приветствуют заключенное перемирие. Вашингтон и Пекин обменялись введением торговых пошлин на товары друг друга, что угрожало окончательно остановить и так уже замедлившийся глобальный экономический рост. Пока переговоры продолжатся, введения пошлины будут оставаться в силе. В пятницу доллар США подешевел после того, как экономические данные США подтвердили вероятность снижения процентной ставки в июле, хотя торги на иностранных рынках Форекс оставались приглушенными перед встречей лидеров США и Китая на саммите стран Большой двадцатки. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США вырос на 0,2% в мае в соответствии с прогнозами аналитиков. Укрепив прогнозы о том, что ФРС снизит значение процентной ставки на 0,25% в следующем месяце. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к завершению торговой сессии пятницы торговался на позиции 95,73, практически не изменившись за неделю. Против евро американская валюта торговалась на позиции 1,368. За последние несколько недель доллар подешевел приблизительно на 1,7%. В завершении торговой сессии пятницы доллар США торговался на позиции 107,89 иен. Доллар восстановился от минимума за пять месяцев 106,77 иен, который был зафиксирован во вторник. В пятницу курс британского фунта восстановился от минимума за пять месяцев против доллара и евро, которые были зафиксированы ранее. Однако опасения по поводу жесткого Brexit ограничивают рост британской валюты. Понедельник, 1 июля. Выйдет индекс деловой активности в производственном секторе PMI Китая от Кайксин за май. Выступит вице-президент ФРС Ричард Клорида. Выйдет индекс по деловой активности в производственном секторе США от ISM за июнь. Вторник, 2 июля. Будет оглашено решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Выступит глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Среда, 3 июля. В США будет опубликован отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора от ADP за июнь. Будет опубликовано число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Будет опубликован отчет по объему заказов на товары длительного пользования в США за май. Будет опубликован отчет по объему промышленных заказов в США за май. Будет опубликован индекс деловой активности PMI в секторе услуг США за июнь. Четверг, 4 июля. Финансовые рынки США закрыты на праздник. Пятница, 5 июля. Отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США за июнь.